Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Телларис за некроидов и нас ждет сегодня очередная война, небольшая, скромная, с уже поверженным фактически противником, который когда-то дерзнул нам войну объявить. И я долго думал на самом деле перед началом записи этой серии, что же мы с ними сделаем. Я изначально хотел, чтобы это была у нас такая кукла для битья, которая можно будет во время мира, фактически, когда у нас нет нормальных серьезных противников, просто прийти попинать, покачать наших адмиралов, взять, может быть, какие-то системы под свой контроль на время войны, чтобы они ресурсы нам приносили дополнительные. Ну, в общем, такое, да? Но я думаю, что мы, наверное, все же их захватим. У них не то, чтобы... Я надеялся, что у них будет как раз мир такой, как вот здесь были планеты, да, пригодные по максимуму для нас, на 85% на данный момент, тундровый мир, да, но у них здесь арактический мир на 65%. Ну, мы летим примерно такой же захватывать, колонизировать, да, поэтому, я думаю, лишним не будет. Те, кто не любят расширять, строить огромные империи, скажут, что будет лишним, но я с этим не согласен. Поэтому мы, наверное, все же их захватим. И мне, правда, я не помню, как этот процесс работает, захвата. Получается, я, когда последнюю планету пехотой своей захвачу, они сразу терпят поражение, и все сектора, на которые у нас нет притязаний, насколько я понимаю, просто становятся ничейными, да? Может быть, мы тогда сразу заберем некоторые сектора, которые я бы сразу хотел получить под свой контроль. Вот этот вот, например, нам... Ну, вроде как и надо, три технологии, бонусы, там, все дела, но... А, ладно, заберем его тоже, черт. Черт, и вот это мы тоже заберем. Я хотел себе просто здесь вот срез такой сделать, чтобы выйти к этой системе. Здесь точно есть гиперлиния, как я и думал, и у нас будет более короткий путь, наверное. Чем вот так вот облетать, можно будет вот так вот как-то облететь. Ну, наверное, не знаю. Плюс потом еще и здесь две червоточины есть. Мы, наверное, к вот этой выйдем, потому что хочется захватить место раскопок здесь. И я, наверное... Сколько у меня? 200 я потрачу половину, да? Блин. 90, и все. Влияние мое полностью закончилось. Остальные придется территорию захватывать и отстраивать заново, насколько я понимаю. Если я правильно понимаю, да, как это работает. Я думаю, что все у них исчезнет. И не получится просто прилететь и захватить все отстроенное. Но, блин, а вот теперь, когда я сказал это вслух, мне кажется, что, может быть, наоборот, там останутся станции, которые мы захватим, и они станут нашими. Просто они будут ничей... Блин. Дилемма. Дилемма. Ладно, давайте не будем влияние тратить. 45. У нас примерно столько же влияния тратится. Ну, вот на вот эти системы заберем. 67. Ладно, вот так вот сделаем. Эту я, наверное, не буду даже трогать. Дальше пойдем, потом посмотрим. Часть влияния все же я потрачу небольшую. Потому что я не знаю, что там, как у нас дальше дела будут. Давайте захватываем. Торгаемся сюда сразу. Сейчас с паузы надо снять. Давайте, прежде чем я с паузы сниму, проверим. Да, у нас все больше и больше времени будет происходить. На паузе, потому что все больше и больше у нас кораблей. В основном вот этих вот всех, да, которыми нужно постоянно управлять. Исследуй, да-да-да, исследуй. Мы запрыгиваем сюда. Этих примитивов мы бомбим. Этих примитивов мы захватим, как раз, чтобы увидеть разницу. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Скорость чуть поменьше, давайте. Давайте посмотрим на эту битву. Ну, это, может, слишком медленная скорость. Ой-ой-ой. Как залп лазеров дают аж прям... Больно глазком немного. Со стороны станка. О, я слышал приятный звук. Я слышал приятный звук. Давайте мы... У-у-у-у-у, да. Новая... Традиция нам надо... На всех планетах повысится стабильность. Гармония мне в целом нравится. Тут как раз у нас от поглощения поселений дополнительное единство будет. Но с другой стороны, блин... Надо брать, наверное, открытие. Потому что увеличится и темп исследований, и максимальный уровень ученых. Альтернативное дополнительное исследование у нас будет всегда на выбор. А потом уже гармонию возьмем. И приспособ... Короче, все тут бонусы, конечно, по-своему интересны. Но все взять не получится сразу. Одновременно придется выбирать. Так. Основной флот мы их уничтожили без проблем. У нас там щиты немного только потрепались, да? Кажется. Кристаллические решетки из нанитов. Детальный анализ огромных металлических кристаллов, преобладающих на поверхности планеты такой-то, превзошел все наши ожидания. Ведущий ученый с восхищением сообщает, что эти большущие кристаллы на самом деле состоят из триллионов-триллионов деактивированных нанитов. Их молекулярная структура не совпадает с нанотехнологическими сигнатурами ни одного из известных нам государств. Из-за чего узнать их производителя невозможно. Ученые считают, что наниты самоорганизовались в идеально ориентированные кристаллические решетки и занимались самовоспроизведением, пока не отключились. Хотя кристаллы, созданные ими, действительно напоминают здания. У них исключительно однородный состав. Их явно не могли использовать для подобной цели. Получено знание об L-вратах. Нам надо изучить и получить, наверное, таких знаний в шесть, по-моему, и мы тогда сможем использовать эти L-врата. Ой, нам надо ученый здесь будет сейчас. Точно, я забыл совсем. Ученый, ученый, ученый. Недостижим. Ты шутишь? Ты же можешь... Избегание тебе надо отключить, да? Вот так. А, ну с другой стороны, да. Правильно, там... Вражеская станция, через которую мы пролетим. Ну ладно, полетели так. Как будто бы у нас выбор есть. О, станция еще отбивается здесь. О, станция еще отбивается. Так. Одержимый, одержимый. Здесь у нас исследуют вот этот вот товарищ все с бонусом на обнаружение аномалий. А этот одержимый может, наверное, как раз полететь в столицу на замену, помогать в исследованиях. У нас со столицы довольно много исследований. И вот сюда нужно будет тоже отправить. Здесь у нас система исследовательская. Так. Тут мы строим добывающие станции, строим научные станции. Станция наблюдения нам, я могу предположить, что не нужна. Потому что мы когда захватим планету, то, собственно, и все. Ну и отправляем, наверное, пехоту, нашу некропехоту. Высаживаем. Да. Мы можем генерала здесь нанять. Ммм. Давайте возьмем. Пусть качается генерал. Стоимость неинтересна. Урон армии. Сопутствующий урон. Что за сопутствующий урон? Мясник. Этот лидер мастерски заставляет противника нести потери в живой силе, не зная пощады и не ожидая ее в ответ. То есть мы будем больше урона получать, что ли? Я что-то не совсем понимаю. Давайте возьмем мясника. Чего? Нет, это весело будет. Я выбрал, да? Высадить войска. Да, 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 давай, давай. Я не против совсем. Совсем, совсем. Так, что у нас здесь? Тут еще война идет. Давайте скорость на обычную хотя бы поставим. Многообещающий офицер. Капитан, командир корабля. Такой-то отличился во время недавнего сражения, имевшего место в такой-то системе. Адмиралтейство на планете Таралон, отдавая должное талантам многообещающего командира, решила повысить капитана до звания полного адмирала. Новый адмирал добавлен в список лидеров. А, да, вот здесь интересная тема. Я не могу объединить с вот этой боевой формой ничего. Это у нас будет патрульный коровет. Увы. И как бы без вариантов вообще. Поэтому можно его даже на самом деле сейчас отсюда убрать и отправить его на патруль. Это печально немного оказалось. Хотя, с другой стороны, подождите. Давайте попробуем добавить ему во флот кого-то. Надо попробовать сейчас будет, действительно. И возьмем все остальные корабли. Что у нас тут? Отменить выбор, отменить выбор. Вот эти два мы объединяем. Тут бомбардировку выбираем. Здесь, здесь тоже, да. Сейчас мы все это дело объединим. Будет у нас второй флот. И... Ладно, пусть они объединяются. Посмотрим там. Так, полетели сюда. Сейчас пехота наша захватит вот эту планету быстренько. Потом их отправим сюда захватывать. Я думаю, у нас время есть. Без проблем. Без проблем. И пока мы пойдем здесь территорию почистим. Тут уже все хорошо. Так. Объединяемся. И давайте посмотрим. У нас новый лидер. Да, вот такой вот появился. Что ты из себя представляешь? Скорострельность, субсветовая скорость, восстановление обшивки и восстановление брони. Слушайте. А это вполне интересный такой лидер. Может быть, как бы восстановление и не сильное, но все равно восстанавливать броню, просто пока мы летаем, это всегда приятно. Это, по-моему, очень хорошая тема. И тем более еще и в процентном соотношении, да, не в каких-то там числах, а крупный корабль будет ремонтироваться с той же скоростью, как и более мелкий. Это мне нравится. Так, поехали. Строим здесь станции добывающие. И летим, наверное, сюда. Мне нравится эта идея. Хотя... Хотя куда спешить? Давайте строим добывающие станции, а потом пойдем сюда. 37 дешевле стоит отстраивать, да, построить свой форпост. Вот, чем притязаниями забирать на десятку. Ну, ближайшие системы на десятку, так условно. Давайте посмотрим. Тут высадка у нас уже готовится. А, у них нет армии даже? Здесь. 9 человек, армии нет. Покорение примитивных существ. Наша армия осуществила успешное вторжение и одолели примитивные войска на такой-то планете. Местное население прекратило все попытки давать отпор, и их цивилизация стала частью нашего государства. Однако, до того, как местные станут полноценными членами общества пошартерянцев, может пройти некоторое время. Модификатор «Космический культурный шок» добавлен на планету, что существенно снизит производство и стабильность на несколько предстоящих лет. Вот именно из-за этого штрафа я и не хотел захватывать вот эту вот планету. Потому что, пока у нас висит этот штраф, мы не можем переселять рабов. Давайте мы, кстати, на них посмотрим. Не, ну, смотрите, вполне себе неплохие, особенно с учетом того, что у нас пищи сейчас не хватает, вполне хорошие рабы. То есть, геноцидом я их убирать не хочу. Мне не нужно это. Мне не нужен сейчас геноцид вот этих рабов. Мне нужны рабы, которые работали бы. Я не помню, не знаю, что с вот этими. Я могу как-то посмотреть на их? Живучие, умелые социологи. Продолжительность жизни увеличена, да и социсследования, и все вроде бы больше ничего особо интересного у них нет. Ну, этих можно, на самом деле, было и геноциду подвергнуть. Да, я вот как раз не посмотрел на вот это дело. Они тоже некроиды. А надо их... Не, надо их, наверное, геноцидить. Ну, короче, не суть. Суть в том, что вот, допустим, я хочу оставить вот этих вот рабов рабами. Переместить их на другую планету я не могу. На 33% я буду получать меньше ресурсов. Стабильность будет меньше. Из-за этого могут возникать определенные проблемы. И чтобы стабильность немного восстановить, нам надо отправить сюда наших специалистов, которые бы работали на административных должностях. И сейчас мы это можем сделать. Ой, не туда. Потому что у нас есть специалисты, которых, да, мы можем позволить себе переселить. Единственное, что надо посмотреть, откуда. Чтобы не получилось... Маленькая неудачка. 46. Отсюда я могу только одного забрать. Правильно, 45 там. А, я и посмотреть не могу. 45, по-моему, да. Хотя мы отсюда можем уже... Подождите. Отсюда, да? Да. Переселить. Вот этого рабочего мы можем... Осталось только... Такбашвуг. Такбашвуг, вот. Переселяем... Одного вот этого товарища сюда. Низкая стабильность. Здесь у нас много неработающих поселений. Из-за этого тоже, да, 6 безработных поселений. Из-за этого тоже штраф по стабильности идет. Вообще в ноль упало, что происходит. Ему здесь явно не нравится. Тундровый мир. Вот, короче, вот из-за вот этих вот проблем я не хотел изначально здесь... Заниматься захватом. Ну, не здесь, а в той системе, да? Которую мы нашли сразу. Так. Может быть, если я сейчас отпущу паузу, то тут что-то поменяется. Давайте, во-первых, добавим рабочие места. Нам надо сюда переселить, кстати. Еще... Сколько у нас? 10. Нам надо... Чего нам не хватает? Я что-то не вижу. Во, всего хватает. Паузу надо было снять. Улучшим вот это здание. У нас есть как раз нужное количество рабочих. Здесь... Что это будет? У нас, по-моему, не было мира кузницы, да, если я не ошибаюсь? Так, это то, что мы... Да, пустошенный мир. А вот это... Будущий мир кузницы. Хотя, стоп, нет, здесь аграрный мир будет. О чем это я? Тут живут... Живет именно аграрное население, и мы тогда им просто... А у нас нет еще... Ферм, правильно? Никаких гидропонных там и всякого такого. Мы ничего тут сделать не можем полезного в этом плане. Уголотеатры, бункер. Нам пока здесь ничего не надо. Давайте просто построим здесь районов. Штуки 3, 4. И эта планета у нас будет еду нам добывать на все другие планеты. Нам не так много еды надо, но она надо все равно. И нам надо сюда еще переселить хотя бы одного вот этого товарища. И потом, когда администрация достроится, что очень важно, у нас появится здесь... Шериф, или как он там называется, полицейский, в общем, который будет за порядком следить дополнительно. Благо. Менять. Кстати, я могу их поставить на прислугу. Нравится мне у них эта моделька. Мы их, по-моему, да, можем поставить на прислугу. Они будут вполне себе... И меньше штрафа будут получать на счастье. И будут благо нам давать. Все безработные перестанут быть безработными. В принципе, как вариант. Вот как-то так. Но 36 стабильности по-прежнему. Но когда у нас администрация здесь достроится, когда здесь больше людей переселится, тогда, да, будет лучше. Мы давайте, знаете, что сделаем? Построим камеру вознесения. 360. Давайте сейчас дождемся. Хотя даже... А, на нее ресурсы не забираются сразу. А, мы не можем построить камеру вознесения, пока не пройдет культурный шок этот, боже мой. Ну вот, короче, куча проблем с этим культурным шоком. Но, с другой стороны, конечно, да, планета потихонечку в чувство придет и начнет когда-нибудь, может быть, развиваться. Да, в отличие от вот этой. Пока мы с нее... Ну, у нас воины были, да. Войны нам мешали воровать поселение здесь. Так, тут 34 человека еще осталось. Геноцид... Некроцид, простите. Проходит вполне благополучно. Да, и отправляем теперь... Он полуровня поднял. Нормально. Полетели сюда. Высадить войска. У них тоже здесь нет армии. Да. Они полуровня подняли, даже не воюя, фактически. Фактически. А, у нас тут еще клиент один летит. Ага. Так, технологии у нас изучаются хорошо. Давайте посмотрим... Терраформирование. Во, гидропонные фермы как раз мы сможем построить на планете. Да, давайте возьмем. Это довольно быстрое исследование. Административный лимит тоже хорошо, но я хочу сразу специализировать новую планету на... Продовольствие. Так. А, и вот здесь... Да, давайте мы посмотрим. Создадим сейчас на вот этой верфи какой-нибудь корабль. Давайте короведь какой-нибудь маленький просто ради науки построим. Вот, и ради науки... Давайте мы еще научный корабль построим здесь тоже верным. Штрафы у нас дано. Размер с государства чуть больше стали. 19% не... 15% как были в начале серии, а 19%. Так, смотрим, присоединится ли... Или будет отдельным? Колониальный корабль... Готов. Нет, все равно он получается... Да... Отдельным... Идет. Ну ладно, мы тогда... Что можем сделать? Мы можем отправить его, действительно, патрулировать пока что. Где у нас тут? Вот отсюда. Выбрать его снова надо. Давай, ты сюда. А ты сюда присоединишься ко всем остальным. Так, изучение. Научные станции еще увеличили производство на 10%. Так, тихо, тихо, тихо. Еще можно на 10% увеличить. Станция слежения. Энергосеть. Так... Беру. Беру энергосеть. Как раз позволит нам дальше специализироваться в этом. Где-то у нас энергетическая планета одна есть. Давайте я вспомню. Где эта планета? Да, мы можем сейчас переселить еще одного... Безработного сюда. Так, и по идее здесь уже чуть-чуть лучше будет. До 40% стабильность. Выросла. Ну, сейчас еще... Администрация построится будет еще лучше. Так, я хотел посмотреть, где у нас планета... Вот, энергетический мир. Администрация. Сплаволитейный завод здесь строится. Не... Не надо здесь нам этого. Давай лучше еще построим... Пару районов, пока исследования эти завершатся. А потом будем уже строить эти... Камера вознесения. Тут как у нас? Успевают? Да, клерки появляются. Успевают плодиться этим. Все хорошо с ними, в общем. Может быть, камеру вознесения еще на других каких-то планетах стоило бы построить? Администрация. Администрация завершена. Успевают плодиться. Так, так. Тут меня ничего не интересует. Здесь тоже пока все. А вот как раз поглощение... О, на этой планете, на которую я только что смотрел, да? Получается... Получается... Не, ну все, все равно хорошо. Вроде как, да? Да? Вроде нормально, че. Так. Знаете, что я еще хочу, наверное? Мы начнем сейчас переселять с вот этого мира уже не сюда. Здесь пока хватит, я думаю, того, что есть. А, хотя администрация, да, добавит нам еще рабочих. Ладно, да, переселим пока что сюда. В... Тра-тра-тра... Че-то там... Вуг... Так, порядок. Здесь тоже порядок. Полетели. Полетели вот сюда. И потом вот сюда еще вот так почистим, посмотрим, что... Что и как пойдет. Так. Это все хорошо. Еще одно поглощенное поселение. Или это... Да, это старая меточка, я ее не убрал. Красивая сфера. Новые раскопки. Мертвая земля и яркое небо. После приземления на поверхность планеты такой-то, экспедиции стало ясно, что еще несколько столетий назад здесь действительно процветала цивилизация. В какой-то момент произошла глобальная катастрофа. Видимо, какая-то междуособная борьба между национальными государствами привела к фатальному обмену ударами оружия массового уничтожения. Как ни странно, хотя поверхность пустая и безжизненная, ибо и забилует изменчивыми оттенками вечного северного сияния. Вид получается потрясающий. Пустынные стальные и каменные останки целых городов, украшенные яркими сверкающими цветами, танцующими в небе. Продолжайте копать, короче. Продолжайте, продолжайте. Так. И станции у нас тут еще строились. У меня тут рокировочка была. Рокер, рокер, рокировочка. Так. У меня здесь был какой-то хитрый план. Вот здесь был хитрый план. Улучшить. Вот этот звездный порт. А вот этот вот убрать звездный порт. Здесь мы потом сможем добывать Вот это вот все. На два прыжка, если растянем, да. Раз-два, раз-два. Мы сможем дотягивать досюда. Раз-два. Или здесь на два растянем мы. Посмотрим. Наверное, вот это мы На два прыжка растянем. А вот это вот просто уберем. А здесь у нас будет тоже, получается, планета. Сюда летит колониальный корабль не спеша. Да. Вот тут такую рокировочку я хотел когда-то сделать. Я, наверное, даже понижу статус сразу. Надеюсь, пиратство не успеет возникнуть здесь. Мы потеряли четыре. Два. И все. Раз. А, нет. Раз-два получается. Раз-два. Ага. Раз-два. Три. Значит, надо здесь будет на две клетки Два этих поставить Торговых узла, чтобы Обрабатывать эту торговлю и эту торговлю. А здесь мы тогда ничего менять не будем, в принципе. Ну, как-то так. Пусть у нас просто станция будет возле планеты. Хорошо. Что еще у нас тут? Строительство здесь закончилось. Понятно. Давай теперь сюда. Научный корабль здесь тоже закончил исследование. Полетели. Изучить. 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 Ну, и давайте тоже сюда потом прыгнем по возможности. Здесь у нас пиратская база. На нее, по-моему, нужно будет военный корабль притянуть сюда. Поэтому пока нам не к спеху. С этим и разберемся. Потом коротким маршрутом здесь пролетим, я думаю. Будет удобнее. Так, научный корабль. Это новый, который я построил. Давайте. Сейчас я проверю, не остался ли у меня какой-то лидер тут без дела. Вроде бы нет. Скорость изучения. Звездный странник. Это изучение космоса как раз. Исследования в новых мирах. У меня, по-моему, такого нету, да? С новыми мирами связанного. В принципе, мы... Ну, тут псионика тоже, может, имело смысл оставить. Давайте наймем такого. Пока. И этот научный корабль мы отправим сюда. Помогать в исследованиях. Надо только лидера выбрать. Я вот все время так делаю. Нанимаю ученого. И все. На этом. Как бы... Как бы... Как бы... Как бы все. Что там у нас? По ресурсам мы вышли в хороший плюс уже. В добротный такой плюс. Администрация скоро будет готова. Здесь камера вознесения есть. Здесь камера вознесения есть. Я думаю, здесь тоже надо будет камеру вознесения построить, как только народ появится. Окей, здесь тоже надо будет камера вознесения построить, когда новые слочки откроются хорошо. Вот это неплохая, в принципе, система. Семь энергии, которую мы частично сольем на вот это вот все. И тут торговли тоже целая куча. Можно поставить... Здесь будет торговую станцию. Четыре, семь, восемь, девять. Ну, девять не так много, но все равно дополнительно. И товары массового спроса будут. Ну, в общем. Признаки ухудшающегося здоровья. Ее изнеможденного вида кажется, будто она старше почти на 20 лет. Служебные обязанности могут быть тяжелым бременем. Алкоголик. Камон. Алкоголик. Гибкий алкоголик. Минус 20 лет жизни. Что ты вообще здесь делаешь? Ты мне расскажи. А, археологические раскопки изучают. Ну, ладно, это надо. Кстати, по поводу раскопок. Перебирая обломки. Разрушено почти все. Но несколько разрозненных записей все-таки уцелели. Судя по всему, у жителей планеты была навязчивая идея, что за ними наблюдает инопланетяне. Частые сообщения о неопознанных летающих объектах, увечьях животных и похищениях приводили их в бешенство. В ответ они тратили бесчисленное количество ресурсов на обширные системы обнаружения, средства защиты от космических кораблей и подземные укрытия для защиты населения. Хорошо. Копаем глубже. Алкоголик проклятый. А, у нас тут еще получается особый проект. Есть. Стой, стой, стой. Не уходи далеко. Давай исследуем этот проект, а потом сюда полетим и успеем. Я думаю, без проблем. Тут еще по стрелушке идут небольшие. А вот и гидропонные фермы подоспели. Генные клиники пока мне не надо. Планетарная столица. Академия. Давайте я, наверное, вот это попробую изучить. Может быть, побыстрее получится. Что-то я хотел. Что-то я хотел. А, да. Генные. Тут и генные клиники говорю. Гидропонные фермы. Насколько они лучше по сравнению с... Дает двух фермеров. Шесть. Шесть. Получается, пища на каждого фермера производится. Содержание. Одна пища. А, это слуги. Да. Шесть пищи производят. Один фермер. Но бонус не дают эти, да, как я понимаю? В отличие от энергоузлов, которые увеличивают на 15%. Вроде бы, да. Может быть, их дальше потом еще улучшать можно будет. Что там? У нас администрация построилась. Мы строим... А, да. Культурный шок мешает нам построить. Я вообще думаю, что мы здесь можем построить лагерь ужаса. Исследования дополнительные. А лагерь ужаса... Хотя нам на столичной планете он тоже не мешает. Я думал, просто перенести его по смыслу. Не знаю. 15 тысяч 15. Бункеры пока вроде и не надо. Ну да ладно. Построим здесь. Едой будем обмазываться, чувствую, скоро. По самое не могу с такой-то планетой. Но зато проблема с едой отпадет уже очень и очень надолго. Так. Вот этот корабль уже на месте. Давайте включим ему режим... Как он там называется? А, вот он здесь. Патрулировать. Между вашим текущим и местоположением цели. То есть отсюда двигай вот сюда. Вот так. Теперь, наверное, надо выбрать это дело. Хорошо. А вот этого товарища мы объединяем. поселение расы было похищено нашей рейдерской флотилией с планеты и пересеновано на планету Таралон. Таралон, Паралон. Опыт у него идет. Забомбардировку должен идти. Так, тут ничего не поменялось. Хорошо. Давайте посмотрим на вот этих вот товарищей. Ну да. 20 лет жизни дополнительно и социсследования. давайте мы сделаем этими слугами. Домашней прислугой. Пусть будут. И эту домашнюю прислугу можно будет добавлять, перебрасывать, например, на какие-то планеты. Давайте, посмотрим все же. Где у нас может быть нехватка вот, например, сюда, да? Бюрократический мир, как ты называешься? Давайте, сразу Паралон у нас открывается и смотрим. А, он шахтером здесь заделался, да? У нас много рабочих мест, наверное, на этом просто техникам. Да, слуг здесь нет. Никаких крокодилов на ферме работают. Ну, короче, просто перебросили его сюда и он получает... Так, вот куда мы его перебросили? Тут, ту-ту-ту-ту. Сюда мы его одного перебросили, но, скорее всего, он здесь не с лугой работает. Что-то мне кажется... Да, потому что у нас тут районы еще есть. Ну, один вид деятельности есть, потом, я надеюсь, он перейдет в качестве слуг куда-то и будет нормально. Нам было бы неплохо повысить здесь количество благ. Стабильность как бы в норме, но... но... все тут вроде на месте. Ну, окей. Так, что там у нас? Поселение похищено, хорошо. Первое поселение мы похитили, наконец-то, которое уже дает нам сразу пользу в полной мере. А не так, как здесь, да, с культурным шоком они такие... Так, все, включаем потихонечку скорость дальше, летим захватывать вот этот вот ряд планет. Наша пехота уже тоже на подлете готовится к захвату системы. И еще одно поселение похищено. Ух ты! В Лоломпе? Нам надо здесь вот так вот, наверное, пока приоритет сделать, чтобы меньше проблем было в Лоломпе, да? Не, ну, ладно, че, если вы так хотите. Че, я не буду, наверное, никуда к никого переселять пока. Это там станция вражеская, да. А, у нас появился один силовик здесь уже тоже есть. Тут все хорошо. Добывающая станция на орбите построена. Я че хочу. Оу. Так. у нас здесь, да, безработный специалист есть, которому нечем заняться. Давайте мы... Блин, вот тут как раз энергосеть бы хорошо бы легла. это нам не надо. Можем, конечно, какое-то такое скромное... Нет, наверное, лучше будем придерживаться специализации, подождем. Он опустится до уровня рабочего через какое-то время, что не слишком, конечно, хорошо, на рабочих местах у нас должны рабы работать, правильно? Вот, но... Но... Еще 3000 дней культурного шока. Так, хорошо. Давайте дальше смотреть, что у нас, кто у нас тут. три строителя свободных. Я, наверное, да, заберу вот эту систему. О, стоп, подождите, подождите, подождите. Давайте мы научную станцию полетим вот здесь построим. О, которой я забыл, наверное. 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 Других вариантов я не вижу. Так, полетели. Здесь все застроено. Полетели дальше, наверное. Переместиться сюда. Тут как раз строительство, да, строительство идет. Тут все хорошо. Полетим сразу в следующую эту захватывать систему. Еще один строительный корабль. который, блин, чоп, чоп, тобой сделать такого. Вот эти вот по два минерала что-то не интересны совсем. Так, улучшение идет, здесь все хорошо. Хорошо. наверно, стоит все-таки забрать. Поехали. С одной стороны, тоже, да, это бахнет по размеру государства и все такое, но неплохой уголок такой в целом. в целом. Так, а вот и энергосеть, отлично. Путешествие сквозь червоточины. Скорость развития колонии плюс 50. Подавители. Столько всего интересного. Я, наверное, возьму червоточины. Наши корабли получат возможность путешествовать сквозь червоточины. Это, мне кажется, облегчит очень сильно передвижение. О, как раз он бонус еще имеет на 30% быстрее будет изучать первые. Эти мы скоро изучим тоже. Исследования идут вполне себе бодренько. Так. Давайте, наверное, этот пойдет месяц только начался. Ладно, перемещайся сюда. Этот строит станции потихонечку, а этот двигает дальше. Расширяет нашу территорию вокруг вот этой всей. И товаров массового спроса у нас уже тысяча насобиралось. Нормально. Так, месяц закончился. Строим базу. Хорошо. сколько у нас 19 осталось? нам бы планету с сплавами бы организовать, да? Более полноценно. И вот это, наверное, будет она. Это будет наш мир кузницы. Не туда, а вот сюда. торговый узел построим. Здесь мы решили, что мы два торговых узла строим, чтобы до этой дотянуться. Сам торговый узел нам только дальность сбора дает, и все. Защиту торговых маршрутов не дает. но может быть я здесь построю этот самый с защитой станцию может быть, может быть, может быть и нет, я не знаю пока. Надо нам защита от вот этих вот товарищей. Оуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Улучшаются из-за дипломата нашего, а с этими стоят на месте, ну и ладно, хорошо, 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 как, кстати, о, мы немножко, да, они были нам не по зубам еще недавно, все остальное у нас наравне было с ними. Так, и мы что-то получили? Мы получили, получается, да, вот все те системы, на которые у нас были притязания, все правильно, все остальные системы, они, типа, не изучены? Так, или как? Хм. Изучить, да, ух ты. Ух ты. Заново мы все теперь это сможем изучать, это прекрасно. Новый уровень лидера, новый уровень лидера. Завершение вторжения, как там наш этот, да, уровень поднял. Ну, теперь, правда, скучать будет. Бедняга. Вот этот порт, форт мы разбираем, он нам не надо. И давайте посмотрим, что на этой планете у нас. По идее, должен был автоматом начаться геноцид. Ууу, ловушка для сбора пылинок. А я их получаю уже, да, нет? Если у меня технология с пылинками не изучена еще. Да, по идее, получаю в минералах. Где смотреть? Где искать пылинки? Как они у нас будут отображаться? Интересно. Да, вот эти нежелательные элементы идут сразу на геноцид. Двое некроидов здесь есть. Мы можем переселить из... Уибара вот этого... Целых трех рабочих сюда. Берем. Так. И давайте посмотрим. Здесь они крокодилов выращивают? Хм... Крокодилов, крокодилов. Мне кажется, мы крокодилов можем уже поставить тоже на домашнюю прислугу. По идее, исследованием должны заниматься наши представители нашей расы, да, или улитки на крайняк. Крокодилы должны быть прислугой, как мне кажется. Давайте, наверное, не будем пока с этим спешить. Здесь я построю камеру вознесения. Не пожалею слотик потратить. Кстати, мы можем... Этот мир, наверное... В мир кузницу переработать. Это быстрее будет немного. И закидывать сюда народ уже. Хм... Хотя... Я даже не знаю. Кто у нас, получается, работает вот здесь? Сборщик пылинок просто. Он так и идет, да? А бонус на какие-то редкие ресурсы у нас есть. Шахтеры. Перерабатывающие, может быть, да? Переработки, химической фабрики кристаллов. Содержание переработчика. Это что-то где-то рядом, но что-то не то, по-моему, все же. Ладно, нам надо мир кузницы больше, чем... Вот это вот дело, поэтому... Это будет мир кузницы заменить. Хоть он будет и не очень... Хорошим, наверное, как мир кузницы. Но, с другой стороны, у нас будет еще один мир кузницы. Потому что сплавы... Это двигатель прогресса. И одного мира кузницы нам будет явно маловато. Угу. Ну, вроде бы все. С этим делом мы разобрались. И... Теперь, когда у нас еще один человек здесь появится, мы сможем построить... Эту... Энергосеть. Все пошли... На переработку. Надо сюда отправить... Кого-нибудь. Нам... Нам нужны рабы. Нам нужно больше рабов. Давайте посмотрим, что у нас случилось с вот этой вот планетой. Мы ее по-прежнему бомбим. Правильно? Тысяча... Флота ее долбит. Плюс исследования мы дополнительные получаем. У них восемь населения еще пока есть. Повреждения пошли. Одна армия была уничтожена. Ну-то такое... Просто пока у нас культурный шок, мы их не переселить не можем. Ничего. Как-то не весело. Так, тут мы все, получается, добываем. Исследования. Форсажные камеры на 10% изучились. Хорошо. Еще одни раскопки. Огонь в небе. Нам стала известна судьба погибшей цивилизации на планете такой-то. И хотя она трагична, к сожалению, в галактике такое случается часто. Она развивалась, повышая свою техническую оснащенность, а вот социальной и политической гармонии не хватало. Со временем они создали средства собственного уничтожения, а затем использовали их. И пусть судьба самого мира и его обитателей не уникальна, кое-что поразило наших ученых. Ничем не нарушаемый бесконечный танец северного сияния на фоне всеобщего опустошения. При более тщательном рассмотрении оказалось, что эффект северного сияния в небе появляется с повторяющейся закономерностью, что противоречит любым нашим прежним знаниям о погоде. Возможно, это какое-то сообщение? Возможно, возможно. Так. Хорошо. Все. Что у нас здесь? Я уже забыл. Что это за планеты? Надо, наверное, как-то попереименовывать планеты. Это ту, которую мы только что захватили, где у нас геноцид и где у нас камера вознесения. Наверное, надо еще какой-то район построить здесь наверняка. Давайте энергорайон построим. Они всегда полезны в любом случае. Так. Строительство. И здесь мы строим второй торговый узел. Надо еще, наверное, будет вот эту вот системку пойти. Надо ли? Я даже не знаю. Я даже не знаю. Ради трех энергий. Ну, четырех-пяти энергий, условно говоря. Так, хорошо. У нас наверняка целая куча бездействующих кораблей. Я думаю, этот корабль мы можем тоже отправить сейчас на бомбардировку. Пусть себе летит сюда. Потом его отремонтируем. Там за это самое. Можно, кстати, поменять сейчас этих... Где он, где он, где он? Кстати, да? Вариант. Поменять адмиралов. И теперь этот корабль будет ремонтироваться. Этот флот будет ремонтироваться. А этот по-прежнему будет... О, есть, есть. В Лоломпе отправили. То чувство, когда планет становится много, и я уже ничего не понимаю. Блин. В Лоломпе, да? В Лоломпе... Не, ну тут тоже надо как бы, да? Как ни крути. Один слуга. 24, 25. Мы скоро здание сможем еще одно построить. Наверное, как раз, да, это... И давайте мы, наверное, сразу построим новое здание. Так. Так. В Лоломпе закрылась. В Лоломпе моя. Где, 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 где? Я хочу... Во. Камеру вознесения здесь тоже. Будем везде возноситься. Что-то мы изучить успели. Я все пропустил. А, это эти. Уникальная эта технология. Пора нам, наверное, на редкие технологии изучать. Фабрика переработки газов превращает минералы в экзотические газы. Надо брать. Газы, потом кристаллы. Газы нам нужны были, по-моему, для улучшения администрации дальнейшей. Поэтому, наверное, возьмем их первым, первым делом. Так, хорошо. Дела идут. Тут камера вознесения строится. И здесь у нас трое безработных пока что. По идее, сразу эти трое пойдут. Надо их, наверное, слугами сделать все же. Давайте посмотрим крокодилов в слуги из долгового рабства. У них... А, у них нету бонуса на технологии. Тем более, в домашнюю прислугу. Поехали. По идее, может быть, где-то у нас они работали на полезных должностях. По-моему, вот на этой планете у нас... А, эту планету мы все уже перестроили. По идее, здесь должны работать исключительно наши специалисты. Да. Здесь все хорошо. Даже вот этих двух слуг можно и перевести куда-то было бы. Давайте поищем место. Излоломпе двух слуг убрать, да? Или... Стоп. Камера вознесения. Лучшее место для этих слуг будет. Нам бы вот еще... Да, на этой планете... Где у нас администрация. Еще бы построить администрации. Полностью эту планету мы, кажется, в административный центр переведем. Пожертвуем пока что товарами массового спроса. Да, наверное, всем пожертвуем, че? Давайте сразу. Ну, разве что исследованиями пока не буду жертвовать. И дальнейшие раскопки. И дальнейшие раскопки. Обнаружены записи. Из обнаруженных нами разрозненных записей удалось извлечь дополнительную информацию. По мере того, как все больший процент планетных ресурсов тратился на меры противодействия на лобби с каких-либо заметных успехов экономика и общества стали приходить в упадок. Отключение электричества и недостаток продовольствия приняли массовый характер. Большинство областей технологии перестали развиваться. А все уровни общества охватило глубокое чувство безысходности. Встречаются отдельные упоминания о каком-то идеальном щите, которых становится все больше по мере ухудшения общей ситуации на планете. Хорошо, копаем глубже. Щит какой-то нам сейчас может быть дадут, я не знаю. Может какое-то здание на планете с дополнительной защитой. Бесполезно будет по большому счету, но все равно. Так, давайте посмотрим, как у нас дела здесь обстоят. Хорошо. О, тут... Блин, 600... Нет, я, наверное, не буду застраивать все. Я застрою только самое вкусное. А потом мы летим сюда. Так, хорошо. Научный корабль здесь. Это хорошая система. В принципе, 4, 4, 6. Тоже в целом неплохая. Но нам сюда не к спеху. Полетели. Этот как раз товарищ по поиску аномалий специализируется. Поехали. Давайте пока просто переместим его сюда и будем выходить большим количеством исследователей в этом направлении. Так. А этот строитель... Вот этот уголок будет застраивать. Нам пару с этим товарищем, да. Хороший уголок. Да и может быть, может быть, потом вот этот застроим. Может быть, может быть, не быть. У нас еще одни археологические раскопки здесь. Давайте отправим, наверное, на раскопки вот этого товарища. Так. Еще. И без проблем построим еще теперь парочку, может быть, даже парочку именно научных кораблей. Через месяц первый только, правда, да? Бым-бым-бым-бым-бым-бым. Есть. Так, хорошо. Наш флот потихонечку катит туда. А если я выберу строительный корабль и вот сюда нажму... Ну, то же самое получается. Хм. О, подождите. Исчезли станции. Ну, тут мы, ладно, не видим, но тут была станция. Они просто со временем исчезли. Наверное, да. Так. Новая колония. Новый район у нас здесь. Намечается. И это будет у нас как раз тоже мир кузня. Здесь нас интересует... Да, нас интересует создать новый сектор. выбрать сюда губернатора нового какого-нибудь. Тут, правда, одна планета в секторе будет, получается. Но... Давайте тоже с ежовыми рукавицами этого возьмем. А, нет, у нас вторая еще здесь будет, а? Тоже верно. Тоже верно. Так, и нам надо сюда, с Уйбара, отправить... Одного только. Хм. Я думаю, я могу отправить сюда ремесленников тоже. Нам надо пять человек здесь. И надо отправить еще одного раба. Какого-нибудь... Крокодила, что ли? Кто у нас тут? А, тут это специалист безработный по-прежнему еще. Давайте посмотрим. Может быть, со столицы стоило бы 47. Улитки нам здесь не надо. Во, нам надо... Вот этих, моллюсков разводить. Давайте посмотрим, где мы можем моллюска оторвать. Я, причем, хочу посмотреть именно вот так вот по планетам. Где у нас моллюски есть. Мы, по-моему, где-то разводили их. Да, вот здесь. Двое слуг. Чтобы... Вот. Чтобы не уменьшить население ниже, чем нужно. То есть, отсюда мы не заберем моллюска уже. Может быть, где-то еще они есть? Или мы тут только улиток плодим везде? Здесь мы никого точно не плодим. Эти нам не интересны. Где же все моллюски? О! Да, давайте отсюда переселим в Балдун-1. Как-то он там так называется. Одного моллюска. От этого столицы, в принципе, холодно не станет очень сильно. Но моллюсков мы здесь, наверное, развивать не будем, да. А правильно, я вот сейчас вот что-то задумался. У нас только рабы могут быть. Только могут возноситься, выходит. Оу. Моллюск есть, но я не могу выбрать... А, перенаселение, потому что, типа, ладно, сейчас мы организуем вам что-нибудь. Во-первых, сразу мы построим первым делом завода. И... Наверное, Тенерго-район какой-нибудь тоже дополнительно пусть будет. Может быть, даже жилой район, чтобы клерки были, чтобы они чуть-чуть нам хотя бы благ давали. Тем более, жилья здесь вовсе нет. Так что, да, надо. О-о-о-о... Переселил называется, да? Надо было постепенно это как-то делать. Ну, я надеюсь, он не помрет. С горя. Здесь. Давайте, может быть, что-то предпримем на этой... планете. Временно повышается стабильность. У нас нету, как бы, жителей, да? В принципе... А, понижается стабильность. Подождите, вот. Повышается стабильность здесь. Уменьшается выработка ресурсов, но она нам и не нужна, по большому счёту. Не работают. Солдатами никто не хочет работать. Что за дела? Где моя стабильность? А, не? А, им, получается, нужно понизить свой уровень, чтобы перейти сюда. И они через, да, тысячу дней станут... Смогут работать солдатами. А, может быть, рабы, типа, солдатами не могут работать. А, там, да, есть какая-то отдельная категория рабов, которые могут солдатами... Короче. Всё. Да. О, тихо, тихо. Прекратить военное положение. Смысла в нём никакого, оказалось, нету. Археологические раскопки завершены. Спрятанные у всех на виду. Загадку повторяющегося северного сияния удалось объяснить после того, как сканеры обнаружили маленькие машины на орбите планеты такой-то. Некоторые из них... Некоторые из этих устройств были перехвачены и изучены. Оказалось, что эти машины могут управлять атмосферой, выстреливая в неё потоки заряженных частиц и имитируя солнечные ветры. Фактически, это закодированное сообщение, отправляемое обитателем поверхности. У нас есть теория, что эту систему ввели в строй примерно в то же время, когда случился глобальный кризис. Шифрованные сообщения во время войны, например, инструкции диверсантам или сигналы для детонации окружения, спрятанную у всех на виду. Отключить их некому, и поэтому они без конца повторяются. Невероятно. Всего лишь 500 социсследований мы получили. Блин. Это... Печально. Я, конечно, хотел чего-то другого, более полезного. Так. У нас, по идее, один учёный освободился, который раскопками занимался. У него бонус пока на раскопки не появился, к сожалению. Мы его можем отправить. Так, эти раскопки у нас копают уже. А, да, вот, сюда, сюда. Нам надо изучить ещё вот эту область. Полетели. Это интересно будет. И, во-первых, один научный корабль, который здесь будет, да, помогать в исследованиях и повышать себе уровни таким образом. Давайте посмотрим, сколько у нас 40, 50, 50. Давай, долетай быстрее. Небольшой, но всё же бонус. А, там ещё, наверное, да, чем выше уровень учёного, который помогает, тем больше будет бонус. Давайте наймём нового, посмотрим, какие у нас есть варианты. Возраст не превышает 160. 160 лет мы можем жить без проблем. Темп исследования. Вот это как раз получается, да, 10% ко всем исследованиям у учёного. Давайте мы, наверное, возьмём именно его и... Пока что отправим тоже помогать в исследованиях, пусть всё потихонечку опыт набирает где-то там. А потом мы его, может быть, будем где-то менять, чтобы быстрее изучать новые технологии. О-о-о. Так, крепость, здоровье, оборонительная армия. Нет, это неинтересно, это наземная ерунда. Вот это, в принципе, будет полезно рано или поздно. Да, наверное, стоит всё-таки взять вот эту тему. Давайте, кстати, проверим вот этого новоиспечённого, одарённого. Зачем ты закрываешь мне всё время? 27. На 2%-ка, да? В принципе, давай. У нас же нету такого. Да, учёного такого нет, чтобы заменить. В принципе, давай. А вот этот... Блин, а у него бонус к этим самым... К поиску... О, долго лететь. К поиску аномалий. Давайте сюда его отправим. Нет, вот сюда, здесь ближе. Пусть поизучает чего-нибудь. Может быть, найдёт какие-то аномалии. А пока у нас другие будут исследования идти. Но его, говорят, надо поставить. И пусть сидит себя на исследованиях. Чтоб псионика рольнулась, может быть, быстрее. Но посмотрим. Так, тут мы уже отстроили. Давайте смотреть. Забирать всё самое только вкусное. Это вкусное, это вкусное, и это вкусное. Так же, как и вот эти технологии. Два этих минерала я, наверное, брать не буду. После чего можешь идти сюда. Давайте мы ещё один научный корабль построим. Мне кажется, мы можем себе это позволить. Так, и теперь я ещё хотел посмотреть насчёт наших база. База, база. Торговый узел. Стояночное место здесь нам не надо, кстати. Мы можем вот эти четыре забрать, да, таким образом. Здесь два торговых узла, да. Всю эту торговлю мы забираем. И давайте теперь флот сюда отправим. Немножко больше область патруля зададим ему. О, у нас уже время серию заканчивать. Да, много дел. Кучу всего надо сейчас ещё пересмотреть. Кто-то границы закрыл. Ради бога. Неинтересно вообще. Так, мир кузницы. Ну, мы, наверное, дождёмся. Можно было бы, конечно, убрать население отсюда, да. А потом переселить, когда будет где кому работать. Но, я думаю, так пойдёт. Так, сейчас ещё что я хотел быстро посмотреть, прежде чем мы закончим. Насчёт административного лимита. Откроем вот эту планету. Здесь ещё перестраиваются здания. Хорошо. Ну, тогда пусть перестраиваются. Окей, пока что на этом будем серию заканчивать. Следующую серию продолжим. Может быть, мы, кстати, этим войну объявим. Чтобы они нам дань, может, платили. А то чё, они расслабляются, да. Мне нравится эта идея. Может, побомбим ещё. Немного вот этих, чтобы забрать пару поселений ещё. Два поселения мы забрали. Уже хорошо. Вот. И будем двигаться вот в этом направлении тоже. Плюс у нас уже очень скоро. Не очень скоро, но относительно скоро появится возможность путешествовать через червоточины, что облегчит передвижение. Хорошо. Жалко, конечно, немного, что с раскопками пока так довольно вяло. Мы просто исследования немного получаем, и всё по-скромному. Но в целом интересно. В любом случае. Дополнительные, увлекательные истории. Коротенькие. О жизни прошлых каких-то цивилизаций. Это мне нравится в Stellaris. Хорошо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.